Ну вот так. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, нет. Что нет? Послушайте, у меня вот такой вопрос. Да вы скажите, что не против. Нет, не против. Я слушаю, пожалуйста. Вот у меня, значит, такой вопрос. Больше не вопрос, а интерес, наверное. Я вот читаю с болгарами молитвы по соглашению, акафистами. Так, это первое. Второе. Хожу на причащение, но так как очень сильно грешу, стараюсь... В общем, у меня, знаете как, не получается искренне причаститься, исповедаться, вернее. Не получается. Почему не получается? Утром сам себе знаю, что пью и ем плоть Христову в осуждении своё. Утром получается пить кофе, выкуривать сигарету, а то и две, а потом идти на причастие с исповеданием. Вот такое вот у меня. И у меня внутри всё вот кипит и кипит. Пытаюсь как-то, пытаюсь жить с Богом, но пока вот не получается. Подскажите что-нибудь. Так вам сколько лет-то? Сорок шесть. Так а чё же вы как ребёнок рассуждаете? Как чё сказать, если вы знаете? Дальше остаётся только делать. Три меры муки. Положила закваску, скисла. Ну, это 13.33 Матфея определённо. Я не могу, да чё ж такое, чё ты? Стоять рядом, смотреть, кофе выливать из стакана, драку устраивать. Вам ответа никакого нету. Писание говорит, если человек знает, отступает. Для него нет жертвы за грех. А вы ещё идёте причащаться. Я не знаю, это уже какое-то богохульство прямо. Люди в это время не пьют, не едят по неделю. А я попил, покурил, кофе выпил, пошёл причащаться. И кто это вас причащает? Он знает про это? Нет, так нет. Нет? Ну, значит, один гибнете. Ну, чё вам сказать на это? Вот наркоман говорит, я не могу без АТО. Я не могу. И что? Попался. И вот теперь сидит в камере, следствие идёт полтора года, следствие, ни грамма в рот не попадает, у него здоровье поправляется, всё, обошлось. Он же не будет стоять, кричать, дайте мне... Если будет кричать, дайте, ему сразу срок в два раза увеличат. Вот и весь сказ. А то мы сами себе просто распустили. Всё хорошо. Вот же, распустили, и куда попало, всё валится. Если ты знаешь делать, если кто знал и не делал, бит будет много. Тебя ангелы будут драть, ребра сокрушать. Не веришь, не верь, не ходи в храм, делай своё дело. А идти в храм, ты же не сам делаешь, что ещё безумие такое. Вот у меня пишут ребята, вот мы пили, гуляли, блудили, блудили. Пошли, причастились. Следующая неделя пили, гуляли, блудили, и опять пошли, причастились. Я не знаю, даже ни один сектант на это не пойдёт, еретик не пойдёт. Это вообще уже никак. Дикое животное, и то как-то соображает. Если собака где-то отравилась или что-то, ну, болеет, она есть не будет, она бережёт себя. День-два не ест, и, глядишь, ей полегшило. Она какую-то травинку найдёт. А человек ничего не понимает. Налопался ей. Говорит, в вепку пиазономия не влазит. Что же мы делаем-то? Горе нам. Я не советую вам дать никакого совета. Выпивать-то выпиваете? Нет. Нет. Ну, вам надо просто... Я в Барнауле живу, Алтайский край, а тут по севернее Новосибирск. И там профессор Пилипенко лечит от этой дури. Называется поркотерапия. Человек платит там за простынь, там очень дёшево. И дальше он с ним идёт беседу, он расписывается, человек. Ну, и дальше уже сколько назначает, и месяц-два отпорит. 60 раз он такие вот, ну, метр почти, 80 сантиметров прутья. И всё. Потом дня два-три отдыхает, опять порит его, приходит. Наркоман, пьяница, всё, на 100% излечивает. Так лечили в средние века не кого-то, а особ царского достоинства. Детей царя в Германии, там, в Испании. Так что это не выдумка какая-то. Аргументы и факты об этом печатают профессор Пилипенко. Только поехать к нему, и всё. Вот у меня тут один говорит, я не знаю, у меня такая противоестественная тяга. Это не жениться хочет, а с мужчинами жить. Я говорю, лекарство очень лёгкое. Маленько накопи денег. Открой шенгенскую визу или какую, и в Саудовскую Аравию. Всё. У тебя эту болезнь вместе с головой снимут, сразу связывают. На 15 этаж и вниз головой. Там гей-парадов нету, ни одного нету. Если узнали, он не сумел доказать. Вобор попался в Тунисе. Один вопрос судья задаёт. Ты воровал? Эти, которые тебя привели, правильно говорят? Правильно. Какой рукой воровал? Один вопрос. Я, он уже знает, что за этим будет. Левый, левый. Но левый неудобно воровать. Врёшь, поди. Да нет, я сам не знаю левый. Значит, идите туда. В другой комнате. Оттяпали ему руку, перебинтовали, иди домой. Второй раз попался, вторая рука. Третий раз секир башка. Ни одного вора в стране нету. У нас с коррупциями не знают, что делать президент. А в Китае знают. Министр. Ещё-то там он заворовался где-то. Ну, коррупционер. Та показывает, он сидит в тюрьме. Дальше он должен после приговора поработать, чтобы на патрон, на пулю заработать. Выводят на стадион. Жена рядом. Он простился. Выводят. Чик, и нету. Наркоманы попались. Попались 30 человек. 30 человек, девушки молодые. Выстрелили на колени. Сразу у каждого воина сзади. Всё, влозят. Нету. Два миллиарда с лишним знают, что делать. А у нас уж 100 миллионов не набирается, да и не знают, что делать. Потому что народ сам себя истребляет. Не надо говорить, что на Россию кто-то нападает и всё. Нам горе великое. Мы какой пример детям оставляем? Какое поколение следующее-то будет? Кто руководит страной? Будет. И кому она такая страна нужна? Если друг друга предают, давят. Везде. Оборотни в милиции. Оборотни депутаты. Оборотни. То есть стали рассматривать из депутатов процентов 48 уголовники. Отсидевшие сроки за безобразие. Да где-то. Его близко бы не надо допускать. А он руководит будет. Ну ладно, я не нуждаюсь ничем. Меня не есть. Нет, но платят-то им не столько, сколько мне. Вот у меня пенсия до последнего времени была. 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. За 35 лет работы стаж. Маловато вроде бы. 8-то тысяч. Но живём не ропщим и не проклинаем ни Путина, никого. А почему? А я христианин. Мне дано право молиться за них. И я молюсь. Ежедневно. Должен 7 раз ночью помолиться. И за Дональда, и за Рамзана, и за Тулеева, за всех. Мы христиане? Вот куда ни пойдёшь везде. Все евреи обграбили то другое. Я никого не опровергаю. Я говорю, народ Божий евреи. Это единственная нация, 2896 нации, которую Бог избрал. Да ханей, не так. Не мне судить. Я должен тебе сказать. Ты её проклинаешь, будешь проклятой ты. Бытие, 12 глава. Это семя Авраамова. А я хочу быть благословенным. И все меня называют особо благословенным. А почему? А я всё время молюсь за Израиль и молюсь за евреев, чтобы Бог благословил их. Вот как. Гитлер что с ними делал? Решил окончательно вопрос. Сталин, где они? А они какую силу набрали? Чего непонятно-то? Потому что они благословенные Богом и Еговой. И нам надо тут только прислушиваться. Не потому что я люблю там под халим какой-то. Я просто знаю Писание. Я должен это говорить. Никак-то. Руки прочь от Израиля. Весь ответ. Спасибо большое. Ну что я могу сказать. Вот Писание я знаю. Но я не знаю вас это правильно, что Юрий звать. Да-да. А вы знаете, что Юрий в церкви крестить вас не будут Юрием? Такого имени нету. Георгий. Да, Георгий. А как переводится? Победоносец. Да нет, конечно. Это прозвище. Я не знаю. Земледелец, землепашец. Крестьянин. Ага. И вот таким ты будь. Распахивай свою душу. Засевай евангельским семенем. И Господь тебя благословит. Вот сейчас поговорили. Сейчас же подойди. Всё, что есть, выкинь. И объяви пост. Три дня не пей, не ешь. А уж причащаться там уже через год когда-нибудь. Забудь про причастие. Да разве ж можно так делать? Чё же это вы сами себя калечите? Дальше Павел говорит. Недостойно причащается. Многие больные, немало умирают. Ты отжил. Половину ещё не прожил. И жизни твоей нету. Как кладбище наполнено. В церкви священник стоит. Кто не причащался? Если женщина сделает аборт. Правило Василия Великого. Она отлучается от церкви на 10 лет. Эпитемья. А сегодня у нас что говорят? Я вопрос задаю и говорю. Вторая мировая война. Сколько погибло в Советском Союзе? Не знаю. Я говорю. 28 миллионов считают. А во всём мире вместе взяты все. 55 миллионов. А за время перестройки в Российской Федерации 120 миллионов абортов. Две мировые войны с гаком. Ну какая нация будет-то, когда убивают сами себя? И во всей Российской Федерации нашёлся только один глава администрации. Запретил аборты. Подвёл под государственную статью. Кто это такой? Один. Глава администрации. Он герой социалистического труда. Герой Российской Федерации. Не по звёздочке герой. Он в душе герой. Кто это такой у нас? Один. На всю страну. Не знаю. Рамзан Ахматович Кадыров. Слышали такого? Угу. Вот это герой. Да, да, конечно. Он закрыл ворота. Все эти террористы, все засохли там у него на границе. На него уж сколько, говорит, покушений было и всего. Вот у меня книги, когда вышли, 38 томов. Я до Владивостока доехал из Барнаула и до Лиссабона. Везде дарил. И подарил ему туда, библиотеку. И получил от него благодарность. Мы каждый день его имя поминаем, чтобы Господь его сохранил, как пример для других правителей. Глав администрации. А он мусульманин. Ну, что ж. Может, потому он такой и смелый. Его взятство воспитывает, как героя. А вот какой пример даже? Вот дети, допустим, у вас там внуки, кто, и скажут, причащаются, а попил кофе. Да никто не поверит. Да закурил папиросы, и потом причащаются. Да не может быть. То есть никто даже в это безумие не поверит. Миленький мой, да разве же можно это? Апостол Павел говорит, кто недостойно причащается, не рассуждая о теле Господнем? Многие больны, многие. И немало умирают. Кладбище забиты. Больницы забиты. Мне вот Господь дал жизнь, я даже никогда не ждал, мне 81-й год. 81-й. А я ещё таблетки не съел ни одной. И всё время в труде. Позади пять тюрем, за слово Божие. А там мне головку не гладили. Морозилка и выкручивание, ничего только не было. А Бог заступился. Я с вами встретился. Я всё это понимаю прекрасно. Всё, что вы говорите, я это всё в душе чувствую. Ну вот, происходило вот так вот, несколько раз. Больше не пойду пока. Пока не очищусь от этой гадости. А вы начнете с малого. Бритвенный прибор сегодня уничтожьте. Зачем вы образ Божий козите? Вы зайдите в храм православный, любой. И пойдите, посмотрите, какие святые изображения иконы. Христос с бородой, с усами. Все пророки с бородой, с усами. И все апостолы. Иоанн Крестьянкин, Николай Гурьянов, сегодняшний патриарх Кирилл, посмотри, с бородой все. Чё ты делаешь-то? Это садомиты только так, скоблицы окаянные. Это блудодейная ересь называет протопопа вакуум. Не прикасайся к себе, к чему ты это делаешь-то? Это две... Мама хорошо в доме. А ты-то подкаблучник. Твоя власть на женщину, чтобы она видела и содрогалась, знала, что это скала, за которой скрыться муж. А ты бритый, так что с собой говорить-то? Понятно. Ну, только не думай обижаться, Юрий. А то вот в лоб-то... Нет-нет, нет-нет, нет. Вы всё правильно говорите. А то вот в лоб-то лысти-то с шалбанщиком-то дам тебе. Спасибо. Не мы говорим, не спасибо. Спаси Христос. Я вам скину сейчас... Спаси Христос. Скину наши ресурсы. Вы в каком городе живёте? Димитровград, Ульяновская область. Ульяновская область знаю. У нас оттуда есть люди, которые приходят. А вы в какой храм ходите? Христа Спасителя. А вы там не слышали такую сестру Голубева Екатерина? Нет, не знаком я. У неё повторно вышла книга, стихотворение её. Она к нам приезжала сюда. У нас летом крещение в озере. У нас всё без денег делается. С тарелкой по храму не ходят. Господь позволил нам это создать. Единственное на страну деревня православная. Вы извините меня, пожалуйста. Я просто на работе нахожусь. На заправке работаю. У меня вот машина подъехала. Всё? Всё с Богом. С Богом. Давайте так. И не забудь, сейчас придёшь, я тебе материалы скину. И у нас тут, покажу, когда молимся, приходи на молитву с нами. И мы будем думать, что делать. Каждый день молимся. А в воскресенье идём в храм Божий. Никаким еретикам, сектантам не ходи. А то голову совсем потеряешь. Церковь православную держись. Это истина вера. Христова. От апостолов. Ну всё тогда, иди с Богом. Давай. Прощаемся. Спасибо. Спаси Христос, говори. Спаси Христос, а не спасибо. Спаси Христос. Вот так. Христос, слава Ему во веки. Давай. Иди скорее, заправляй. Слушаю вас. Я повторяю, что у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю, пожалуйста, говорите. Я разговаривал с вами буквально полчаса назад. Я знаю, что разговаривали. Ну и как? Самочувствую. Вы мне скинули вот эти ссылки, но простите меня. Я вот, если честно, ну дурак дураком, чтобы набирать вот эти ВВВ, ХПП. Простите, вот можете мне дать практичный совет вот по поводу того, что я вам озвучил до этого. Вот по поводу неправильного причастия в осуждение. Может быть, какой-то вот как священник накладывает епитимью, либо ещё что-то. Посоветуйте, пожалуйста, попрактичнее. Прямо в душе неспокойно. Прямо скребёт и скребёт. Ничего не получается. Хотя всё знаю, всё вроде бы читаю. Сам себя убеждаю в этом. Ну, как-то вот так вот. Пожалуйста, если можете. А теперь вы сказали, набирать там ВВВ. Там набирать-то не надо. А только синее где-то ткнуть и откроется. Набирать ничего не надо. Я понял. А у меня высветилось так, что нет синеньких. Я знаю, что можно набирать эти сайты таким образом. Вот у меня чёрным полотном как сообщение высветилось. Ну, даже она пускай чёрным даже. Ну, где В стоит, в эту строчку. Ткните только, и сразу откроется материал. Хорошо, попробуем. Нет, там не надо ничего набирать. Ни одной буквы домирать не надо. Просто курсором ткните, и всё. Я выслал вам материалы и ответ на все ваши вопросы. Я даже время тратить на это дело не буду. Там ответы дал я. Мне задавали... Всё, спасибо. Там вопросы задавали мне, когда я в университетах преподавал, вёл занятия. Везде люди задавали и на эти вопросы вы ответ уже найдёте. Эти вопросы уже у меня были. Я ответил, да, вы помните, что... Простите, что отвлёк вас. Да, сегодня умру я. И что, мне это надо было? Мы должны всё время предстоять, как перед судом Божиим. Вот мы когда что потеряем, как мы заботимся об этом? Как найти? Как мы тоскуем? Потеряли. А если это потерялся сын или дочь? А тут душа потерянная, и нужды нету, на завтра опять то же самое. Но это никакого лекарства-то нету. Ну, тебе воля дана, ты должен победить, молиться Богу, и всё, уйдёт. Вот я разговариваю, подошёл человек, я за решёткой сижу, базу охраняю, не в тюрьме, на воле. И в это время молодой человек подошёл, стали разговаривать. Я ему о Боге говорю, его Господь коснулся сердца, он курит, и у него бутылка в руках, водка. Он размахнулся, эта бутылка как пасынку ударил в дребезги, папиросы порвал, и всё. Прям тут же сразу. Вы просто уничтожьте. Пройдите всё, где у вас там кофе есть. Не оправдывай, что кофе, кофе это наркотик. Вот я не пью кофе, чая не пью, какао, никогда. Вообще никогда. И всё, мясо не ем, ворот не беру мясо. Зачем оно мне нужно? Не говоря там водку, или вино, или пиво. Никакого ничего нету. Надо работать, вставать в одно время. Я вам даю, что говорить. Всегда вставайте в 4.40 утра. По-вашему. В 4.40. Вот возьми за правило. Я примерно в это же время встаю. Во сколько? Ну, около пяти. У меня уже как будто кто-то будит. Я уже больше не сплю. Так, в 4.40, запомни. В 4 часа 40 минут ночью вставайте, и уже всё, больше не ложитесь. Дальше. Днём никогда не ложитесь. Никогда. Если надо, ты сильно устал. Вот так вот откинься, ты можешь подушку положить под голову на стуле, откинься, и не ложись. Сможешь, нет? Я с работы с ночи приду. Не ложись. С ночи я приходил. Я с ночи приходил одно время, и как-то не выдержал, лёг, и голова сразу болеть сначала. У меня голова никогда не болит. Вот так сидя. Да, согласен. На кровати вот так. Ноги свежай, и откинься головой. Ну, как на диване. Не ложись. Да, да. А то ты по-малому начни. Дальше. Сейчас вот эта неделя, среда-пятница, разрешается вкушать. Сейчас будет великий пост через две недели. Строжайше держи. Да. Я вам скину материал сейчас о посте. Что такое пост? Как его исполнять надо? Ну, вы его только нажмёте, и она у вас раскроется. Это мои материалы, из моих книг. Лучшего материала нигде нету. И вот начни так, и всё. Кто у вас там дома с вами? С кем живёте? Супруга, дочка. У вас супругу, дочка. Сегодня подойди, попроси прощения у них. Бритву выбрысь, скажи, смотрите, чтобы я её не вернул. Иначе с бритвами я больше разговаривать не буду. Зачем время тратить на такого скоблица? Это насильник сам себя сделал похожим на женщину. Зачем тебе сделать? Ты даже не знаешь, как ты будешь выглядеть. Борода – это наша честь. Так Бог сделал. Ты видишь, как в любом, ну, в животном мире бык от корова отличается, баран от овешки, петух от курицы. Они все отличаются. И мужчина. А тут женщина в брюки залезла, а мужчина волосы длинные отпустил, а бороду избрил. И спорят, кто, мужик или женщина перед тобою. Чтобы вина была, ты появился, всё замолкло. Пусть сословить при тебе не будут. Поэтому Евангелие считай, сегодня же открой и начинай считать. И не причащайся, даже забудь про это хотя бы год. Даже близко не подходи. А на исповедь ходи. Исповедь будет – пойди. К миропознанию, Елеопомознанию, подходить не надо. Ты на работе работаешь. Заболеешь, когда – тогда можно. Исповедуйся священнику, попроси у Бога, чтобы он тебе дал слёзы. Бритый подбородок ты замочи слезами. И ты увидишь, как всё по-другому пойдёт. Вот ты бы был у меня, у меня самое хорошее лекарство. Вот человек запился. Его забрали. А он верующий. Он не знает, что делать. Я говорю, лекарство простое. Ко мне переходи жить со мной. Я тебе кровать даю. Вставать вместе будем, молиться вместе. На работу уходишь. Так же ходишь на работу, всё как было. Ночевать ко мне. У тебя дома, ты дома один. У одного была мама старая. Мыстрый отстраду позвонил. Сёстры пошли за матерью ухаживать. Обиходит её. А он ко мне перешёл. Через минуту, через неделю у него ничего не осталось. Мы будем вместе взывать Богу. И ты почувствуешь, как огонь будет вливаться в тебя. А не твой этот кисель, как медуза перед бурей, распустился. Любим. Как оно и есть. Какой у вас рост какой? Сколько сантиметров у вас? 176. У вас побольше меня. Сколько весу? Ну, килограмм 80, наверное. Если килограмм 76, 80, 4, 5, 9 килограмм сбрось. Сбрось. Вот на работу ко мне приехал один священник. Ну, он такой, просто вот такой вот у него это. Ну, и на работу идёт, взял два кусочка хлеба. Он сразу пошёл работать на стройку, носить кирпичи. Поп, священник. Он пошёл у меня месяц. И на три, кажется, дырочки ремень уменьшился. Я говорю, можешь на работе? Тоже не бери. Вечером, ну, тут у меня компот варится, кружку компота, всё тебе. Из него поползло это. Я не знаю, как это себя так распустить. Зачем тебе лишний вес? Вот у меня 64 килограмма вес, а рост метр семьдесят два. Поним. Вот так, значит. Начинаешь с сегодняшнего дня. Самое первое, что Бриту уничтожь при жене и дочери. И скажи, следите за мной. Где кофе? Найди, всё, вылей. Выброси. Не подходи. На работу пойдёшь, два кусочка хлеба возьми, бутылку налей там компоты или воды кипячёной. Всё. Ничего больше не надо. У тебя лишний вес. И если есть, можно где работать, чтобы не просто там сидел заправка какая-то, а работал. Чтобы у тебя пот с тебя тёк. Я вот когда работаю, я утром спотею до самого вечера. У меня пот в сапоги заливается. Молодёжь. Я с молодёжью работаю. Я стараюсь ни грамма им не уступать. С лопатой, с пилой. Ну, с топором я не могу. У меня операция на позвоночнике. Три грыжи у меня. На стройке работал. Большие тяжести носил. Но организм не выдержал. Но я теперь хожу сам. Я просто делюсь опытом. И всё время обникаю. У меня тоже такая же беда с пиной. Чуть-чуть потаскаю, потом неделю не разогнусь никак. Ну, надо смотреть. Меня берегли. После операции больше там трёх килограмм поднимать нельзя. А сейчас я с двумя бёдрами воду ношу. Всё заросло. Дай Бог. Скотина какая-то есть, нет? Нет, я в пятиэтажке живу. Мечта, огромная мечта. Я был когда-то в детстве. Сам держал. И кроликов держал. И свиней держал. Сейчас в квартире. Вот такая красота есть у тебя, нет? Кот есть, конечно, есть. Ну вот. Как спокойно. Подойди его погладь, чтобы у тебя лишнее раздражение ушло. Возьми верёвочку. Он только ко мне и лепит. Вот. Возьми на ниточку тряпочку какую. Поиграй с ним. Ну, что-то двигайся. Он от меня не отходит. Вот. А теперь каждый день делай прогулку. Перед сном, если возьми, мёду купи, если хорошего. Настоящего мёду. Ложечку с тёплой водой на ночь. У тебя на душе будет так благостно. За два часа до сна уже, чтобы в рот ничего не брал. Ни воды, ни пищи. Два часа. Иначе пища в обратном порядке срывает клапана. А это профессор Витебский доказал. Из Кургана. Тут есть некоторые секреты. Значит, сон ограничь. Я не знаю, как вы будете. Вот я, когда работал, по милости Божией, я сон довёл два с половиной часа в сутки. Ну, ты сократи его хотя бы до пяти часов. А там видно будет. Ну, я примерно столько исплю. Четыре-пять. У меня больше не получается. Во! Во! Физически получается. У меня не даёт. А от Курева-то вам трудно дастся бросить. Вы будете хвататься за неё. Да, да, да. Уста курящего демонская кадильница. Ян Кронштадтский говорит. Демон, чёрт в рот залез. Согласен. Никак. Выбрать всё. И домашним накажите, скажите, следите за мной. Нигде не прислоняйся. Если будешь это делать, зачем ты больше ко мне не приходи? Я тебе всё отдал. А табакокурение сейчас сброшу так. И о посте материалы. Чтобы обязательно считал, запоминал, выписывал. Мои материалы самые важные. И в мире больше такого нет. Я 40 лет над этими материалами работал. Я знаю. Я проповедь отца Головина слушал из Болгар. Он вот посоветовал. Он меня привёл через Господа, привёл к вам. Сказал, что только он знает всё. И он только может в России помочь. Поэтому я к вам и обращаюсь. А у него сейчас материал мне скинули. Он про торговлю в храме. Я только сейчас сбросил ему материал на его ролик. Отцу Владимиру Головину. О торговле в храме. Они там рассуждают. А я сбросил материалы из своей книги. Там материалы такие, всё кипит. Я всегда показываю, откуда взято. Какой человек сказал. Какой патриарх. Какой канон. Всё. Поэтому со мной никто не спорит. Я возвестил, а то уже железно. Проверено. Так что давай по-малому. Ясно. Если через неделю ни разу не закуришь, бритву бросишь. В это время, через неделю, во вторник можешь зайти ко мне. Но сначала напиши, спроси, свободен я или нет. Потому что я же не сижу всё время здесь. Хорошо. Вот так. Ну, вопросов больше не до... Евангелие, чтоб считал. Нет, нет. Дочка-то вас не будет против, что вы считаете Евангелие? Нет, нет. Она бывает подсаживается тоже. Жену приобщил. Вот Акафистами вместе читаем. А жену-то как звать? Лариса. Лариса. Ты знаешь, как переводится? Лариса – это чайка. Береги эту чайку. Не давай. Чайка, да, да, да. Да. Ну и всё. Ты как начинаешь что делать-то? Молись сначала. Евангелие открываешь, почитаешь, перекрестись. Смотри, ты всё делай-то. И ты увидишь, как эта чёрная полоса с тебя будет сползать. А тебя дьявол пленил, ты что делаешь-то с собой? Так же нельзя. Всё верно, всё верно. Я тоже самое думаю. Вот о чём вы говорите, это всё у меня каша-малаш в голове. И всё равно шагаю, шагаю, и всё равно неверно шагаю. Сам знаю, что это не так, и всё равно продолжаю. Вот сейчас у вас в кармане табак есть? Да. Вытащи сюда его, на экран. Покажи мне. Ну вот сейчас, смотрите, вот так вот перед собой возьмите, разорвите пополам всё. Не могу, если честно. Вот то и оно, пустослов-то, мужик. Время отнимаешь. Зачем нам обманывать друг друга? Они брехуны вокруг меня. Вы сейчас прям сразу уничтожьте, начинайте помалой. Вытаскивай, папиросы вот так рви. Рви с молитвой. Тебя-то сатана загрузил тебя этим. Есть такой ролик, называется «Интерью с дьяволом». И он сидит, дьявол, сигару закурил, а журналист говорит, так вы курите? А он расхохотался, дьявол говорит, ты спрашиваешь того, кто изобрёл это. Вот так, давай сейчас, порви вот так вместе. Порви. Вот сейчас, бери в руки. Ну, бери, порви. Ну, ещё ты первый шаг-то сделай с молитвой. Рви её пополам. А потом, потом сразу, как кончится, всё, объявляем войну дьяволу. Помоги, Господи, Юрию. Всё. Выбрось, потом пойдёшь, сейчас кончим, говорит, в урну забрось. Но там по урне уже не лазь, не собирай окурки. Нигде. Зачем тебе? 12 лет жизни отнимает это. 12 лет. И последние 10 лет будешь туберкулёзом харкать ходить. Так, вопросов больше никаких нет? Нет, нет. Всё. Юрий, давайте серьёзно. Я буду вас молиться, но и вы не подведите. Через неделю придёте, я буду видеть, что бритвы сегодня уничтожил, табачное выбросил, попроси жену и дочь, чтобы за вами следили. Да не прячься от них. Как потянуло, вы сразу говорите, там, Лариса, давай помолимся. Опять поворачивайся к дочке, давай помолимся. Чтоб Господь тебя избавил. Вот и ты пленённый сатаною. И ты увидишь, как всё поползёт от тебя. И ты будешь сам на себя будешь удивляться. У тебя живот-то отвисший, как требуха. Ты по-другому выглядеть будешь. У тебя всё это маленько сдавится так. Ты будешь расстокладистой бородой выглядеть. У тебя видно щиты на то. Чё ж ты сказать страшно? Ты из рук Библию не выпускай. Всегда. Вот так. Вам, если я что говорю, понятно, вы ни грамма не сомневайтесь, что я вам говорю единственно верный путь. Другого нету. Всё, Господи. Притом надо сделать не завтра. Сегодня написано. Ныне, сегодня, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших, как во дне ропота. Не завтра. Завтрашний день не в наших руках. Мы не знаем, что он родит нам, говорит спремудрый Соломон. Сегодня, сейчас, прямо сейчас начинаем работать. Понял. Вот тебе, Отец Владимир, ты послал. Воздай Богу благодарность, что такой батюшка есть. На него напали, там, сана лишили. Ты на это не смотри. Люби. Да, я знаю. Ты люби его. Никогда не присоединяйся, когда где-то что-то говорят против евреев. Никогда не хули народ Божий. Запомни это хорошо. Это благословение. Где какие-то что-то глупости говорят, а ты скажи, это избранный Богом народ. Через него Христос родился, Богородица. Библия дана через еврейский народ. Мы перед этим народом все обязаны голову склонить. Так они нас ограбили, то другое. Я ничего не спорю, это их дело. Они за себя ответят, а я за себя. Молиться надо за всех. И правителей Путина никогда не ругай, только молись. Написано молить и зацаряй за начальствующих. Вот и все. И ты увидишь, у тебя на душе будет светло и радостно. Все, я ушел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok